Добрый день, друзья! Ну, во-первых, друзья, я хочу поблагодарить вас, что вы пришли, и отказали себе в прокуре по Невскому проспекту на эти два часа своими великолепными кафе и неожиданными знакомствами. Я хочу поблагодарить действительно Анну Валину Сироп, которая в 2012 году ввела меня в это здание в новом качестве, уже не в качестве какого-то посетителя случайного. Вот, и наше знакомство началось с антиархом Латравы, на этом мы подружились. Но также и поздравить вас с юбилеем 20 лет, в общем-то, то есть в 21 веке вы не жили без молодежного центра вообще. И поблагодарить господи Владимиру Кутырявску и Наташу за то, что спустя 3 года в моем предложении все-таки у меня будет свой курс. Также, друзья, я хотел бы извиниться перед вами, дело в том, что этот курс мы должны были уже совершить. И он был представлен ровно год назад на этой сцене, так попыхах, скоротечно. Но так как было одно для меня, то я отказался от чтения этого курса в инцентационном формате, потому что я считаю, что этот курс можно читать только классически, аналогово, да? Я люблю уже стипулировать друг друга со своими нормами. И мои студенты привыкли к этому, я считаю, что без эмоций этот курс совершенно не смысл. Как же скажу, друзья, что вы рискуете, потому что этот курс первый, он совершенно экспериментальный, неоправдированный, да? То есть прийти на эти лекции, это может оказаться для вас и более увереннее. Ну, этот курс об инженерном искусстве в широком смысле, да, друзья? Я инженер-конструктор, сам дает от искусства, но пришел к выводу, что материальная культура 20-го века пошла дальше. И многие вещи совершенно утилитарные, да, такие как фотоциклы, автомобили, самолеты, ну, в общем-то, отстояли свое место и тоже по-своему стали иконами стиля, моды, да, вошли в коллекции, стали предметом коллекционирования, по сути, стали не просто произведениями, они стали шедеврами инженерного искусства. И вот почему некоторые вещи, созданные 50 лет назад, сгнивают под забором, как нужный хлам, а другие 150 миллионов, и на них молятся ломные поколения, украшая их плотатами в своей спальне. Вот об этом, друзья, мы поговорим на нашей встрече. Это самый красивый заново этаж, у меня здесь только девушки, да, и они скажут, этот курс не для нас, зачем вы нас на него приглашаете? Друзья, ну, я два года назад, я тогда учился в мотошколе, я понял, что 70-80% учеников мотошколы это молодые женщины. Сегодня современная женщина, да, стреляет из-за ушей, прыгает с парашютом, управляет самолетом и гоняет мотоцикл. Поэтому я думаю, что этот курс все-таки для вас. Друзья, мы встретимся только пять раз, но я надеюсь, что эти встречи будут не забывать. Я приглашаю вас, друзья, на курс искусства, инженерное искусство 20-го века, страница 23. И в заключение хочу сказать еще два анонса. Во-первых, хочу пригласить вас в нашу студенческую группу, которая называется «Акхитектура и конструкции ВКонтакте», где мы делимся лекциями, новостями из мира техники и архитектуры. И сказать, что только что вышла книга, которая так и называется «Инженерная архитектура, структурализм и хай-тек». И, кстати, на выпуск этой книги, андроме для меня, приходила ваша коллега Ксения Малевич. Некоторые материалы из ее лекций пошли в это. Спасибо, друзья! Я жду вас! До новых встреч!